Добрый вечер, сябры! Добрый вечер, друзья! Вас святая Брест! Вас приветствует Брест! Перед вами роза Gloria Day. Дней 10 назад мы с вами уже о ней говорили, и одну проблему по этой розе мы называли. Роза недолго держит цветок. Действительно, Gloria Day радует нас 3-5 дней, а потом перецветает. Но вот прошло 10 дней, а роза как цвела, так и цветет, как еще, может быть, и больше цветов распустила, чем в прошлый раз, что я вам показывала. А все потому, что Gloria Day цветет практически беспрерывно и постоянно навязывает бутоны. Кроме того, что эта роза красивой такой расцветки, нежно-желтой такого розового цвета, у нее прекрасный аромат. Хотя, знаете, после прошлого видео мне в комментариях люди написали, что у некоторых эта роза не пахнет вообще. А один интересный случай мне рассказала моя подписчица. У нее растет эта роза, но пахнет только одна ветка, вот такой феномен в саду. В общем, если подытожить, то роза Gloria Day это роза 1945 года. Вот как начала удивлять в 1945 году, так удивляет по настоящее время розоводов. У розы Gloria Day цветок в диаметре 12-16 сантиметров. Куст в высоту вырастает где-то 130, иногда 150 сантиметров. Но это такой здоровый облиственный куст с крупными цветами. Смотрится ну просто великолепно. Мы с вами называем одним из недостатков Gloria Day то, что она недолго держит цветок. А вот давайте подумаем, вот в современной селекции мы можем назвать что-то более прекрасное, чем Gloria Day. Ну давайте подумаем, вот напишите мне в комментариях, даже интересно. Итак, Gloria Day, роза всех времен и народов. Queen of Hearts. Если в вашем саду растет эта роза, то вы меня понимаете, до чего уж она великолепная. Она вызывает слова восторга с первого цветочка. Потому что цветок у нее такой насыщенно персикового цвета. И на фоне зеленой листвы смотрится просто великолепно. В диаметре этот цветок где-то сантиметров 9, может вырастать до 12. Цветок немного выгорает на солнце, но выгорая все равно сохраняет свою привлекательность. Роза Queen of Hearts. Если вы хотите в своем саду посадить что-нибудь веселенькое, то Queen of Hearts розочка для вас. Развлекайтесь, уникальная роза. В моем саду на второе цветение заходит роза крон принцесса Мари. Не перестаю восхищаться этой розочкой. И каждый раз, показывая ее в видео, я рекомендую эту розу для каждого сада. Обратите внимание, какая красивая у нее закрутка. И насколько элегантно вот это расположение палитры цветов от желтого до белого. Чем-то она напоминает жену поэта, чем-то напоминает The Pilgrim, но все равно сохраняет свою уникальность и индивидуальность. Если вам нужна розочка для первого плана, то роза крон принцесса Мари – это роза для вас. Диаметр ее цветочка где-то сантиметров 9, иногда вырастает чуть больше. Высоту кустик абсолютно миниатюрный, сантиметров 60, максимум 70 вырастает. И, как правило, очень обильно цветет. Я жду, не дождусь, чтобы показать вам эту розу в полной красе еще раз. Во время первого цветения мы с вами о ней уже говорили. А сейчас просто обрадовалась, что она заходит на второе цветение и снова нас с вами порадует. Не могла пройти мимо и не показать вам бутон розы Эль. Я о ней уже говорила, но показывала распустившийся цветок. А вы посмотрите, насколько прекрасный цвет этой розы в бутоне. И вот на протяжении всего ее расцветания, цветения и увядания постепенно меняется колористика цветка. Сначала она насыщена розового, такого персикового цвета, а потом немножко выгорает и становится просто персиковой с желтой подсветкой. Розочка сформировала элегантный кустик, где-то сантиметров уже 60 в высоту. У нее очень хорошая компания рядом Чандос Бьюти. Мне кажется, они очень хорошо сочетаются по цвету рядом. И у Чандос Бьюти, и у Эль красивая блестящая листва. Мне кажется, розы прекрасно гармонируют друг с другом. Я вам сейчас покажу, какой огромный куст нарастила Чандос Бьюти. В высоту, наверное, сантиметров 150 уже. Ну вот, жду ее обильного цветения. Чандос Бьюти и розочка Эль. Прекрасная пара. Вот, видите, Чандос Бьюти, когда зацветает, внутри ее прям такое что-то янтарного цвета, такая подсветка. И эта подсветка потом расплывается в персиково-абрикосовый такой нежный цвет. Прекрасная роза. Часто я подхожу к ней, часто хвалю, но она это заслуживает. Неподалеку от этого великолепия расцвела роза Ирина. Посмотрите, какой огромный у нее бутон. Чистый, красивый белый цвет. Видите, в бутонах немножко такая она с зеленцой. А потом распускается великолепный, ароматный белый цветок. В высоту эта роза вырастает 150 сантиметров легко. А я взяла, думаю, ну красиво будет Ирина смотреться вместе с розой Бордо. Посмотрите, вот какая огромная Ирина. И посмотрите, какая малышка рядом с ней роза Бордо. Заходит на второе цветение Бенджамин Бриттон. В диаметре его цветок сантиметров 9-10. В высоту куст вырастает полтора метра. У меня сейчас он вырос 90 сантиметров. Эта роза первогодка готовится ко второму цветению. Кроме того, что у розы очень элегантный цветок, замечательный цвет. Он такой персиково-малиновый. Наверное, так его можно охарактеризовать. У него прекрасный аромат. Мне кажется, что это один из лучших ароматов роз Остина. Бенджамин Бриттон достаточно быстро наращивает куст и достаточно неплохо цветет. Бенджамин Бриттон заходит на второе цветение. Навязал много бутонов. Жду, когда он покажет себя в полной красе, но уже радует своим ароматом. Вот таких цветочков двух-трех достаточно, чтобы ощутить его аромат на таком приличном расстоянии. Метра три, и я уже чувствую все. Бенджамин Бриттон расцвел. Прекрасная роза. Сколько она держит цветок. Чтобы быть объективной, вот этому цветочку, который вы сейчас перед собой видите, уже четыре дня. Но погода у нас не айс, честно говоря. Дожди и прохладно плюс шестнадцать, плюс тринадцать. Видимо, для роз Остина это самое то, самая правильная погода. Поэтому они долго держат свой цветок. Роза Бенджамин Бриттон. Роза с прекрасным ароматом и прекрасным цветком. Посмотрите, как будто она меня услышала. И перестала капризничать роза Маруся. Ни одного загнившего бутона, ни одного загнившего цветочка. И это при том, что у нас погода достаточно прохладная, и идут дожди. Если у меня получится вот это цветение Маруси без загнивших бутонов, я обязательно поделюсь с вами рецептом. Мне кажется, что у меня всё получилось. Ну вот смотрите, цветёт в плохую погоду, и проблем я не наблюдаю. Понаблюдаю ещё за ней некоторое время, а потом расскажу вам, что я делала. Она растёт в прекрасной компании, рядом с розой. Юбилей принца Монако. Вот уже где великолепная роза, обильно цветущая роза и беспроблемная роза. Счастье садовода. Юбилей принца Монако имеет нежный аромат чайной розы. Не могу сказать, что аромат чувствуется на расстоянии, до этого и не надо. Роза настолько великолепна на всех стадиях цветения, что даже не успеваешь задуматься, есть у неё аромат или нет у неё аромата. Сплошное великолепие, а не роза. У неё в соседстве ещё есть удивительная роза, о которой мы с вами не говорили. Роза Friedenslicht. Роза в высоту вырастает 150 сантиметров и имеет арко-образные побеги. У меня эта роза заходит на второе цветение. Я смотрю, что она будет не менее великолепна, чем в первый раз. В первый раз я снимала видео, но не успела вам показать. Были проблемы со звуком. А потом как-то на дачу мы не приезжали. И думаю, очень расстраивалась, что не успела с вами поговорить по поводу сорта розы Friedenslicht. Красивая роза, ароматная роза. Долго держит цветок, 10 дней, спокойно. И в бутонах она прекрасна. И листва у неё здоровые. И приличную высоту наращивает. И очень быстро разрастается куст. Подумайте. У покупки розы Friedenslicht. Перед вами роза Казанова. Давным-давно собиралась показать вам её в полуроспуске. Посмотрите, какой удивительный цвет. И вот она медленно распускается. И медленно выгорает на солнце до светло-абрикосового цвета. Роза заходит на второе цветение. И в высоту уже достигла 160 сантиметров. Имейте в виду, роза не для первого плана. Роза Казанова. Красивая роза, ароматная роза. Диаметр цветка у этой розы 12-14 сантиметров. Но очень высокая роза для чайной гибридной. Важно её правильно формировать. Казанова. Роза Керио. Задержимся несколько минут. Рядом с Керио. Не смогла пройти мимо. Какая же она красивая. И какая у неё необыкновенная закрутка. И аромат приятный, нежный. Неподалёку от Керио распустился цветок. Минервы. Ароматный, глубокий, фиолетовый цвет. Ароматная роза. Ароматный цветок. Рядом растёт. Шанэ Мэйд. Мне кажется, сколько я буду мимо неё проходить, столько вам и буду её показывать. Ну, необычная роза. Необыкновенная роза. Цветок в диаметре сантиметров 12. А ещё, плюс ко всему, уникальный аромат цветов и чайной розы. Рекомендую. Шанэ Мэйд. Она беспроблемная. Красивый кустик. Здоровый лист. Уникальный цветок. И цветок держится, ну, дней 10. Рассмотрите возможность покупки этой розы в свой сад. Шанэ Мэйд. Перед вами роза паприка. Красивого, алого цвета роза, бесконечно держащая цветок. 10 дней это легко. Цветёт эта роза со цветами. И когда перецветает один цветочек на смену, ему приходит ещё 10. И вот это зрелище не заканчивается всё лето. Пахнет эта роза, ну, аромат у неё такой чуть-чуть напоминающий перец. Красивая роза. Цветёт шапками. В высоту вырастает где-то сантиметров 120-130. Красивый у неё такой гармоничный кустик. И радует эта роза всё лето. Роза паприка. Ну что, друзья, мы с вами погуляли по саду. Посмотрели, какие розы цветут в середине августа. На сегодня у меня всё. До свидания, друзья. До побочения, сябры.